Жители Бендер до сих пор не могут забыть ужас июньских дней 1992-го. Помимо руководства страны и города 19 июня к мемориалам приходят и обычные горожане. Для жителей старшего поколения эта дата одна из главных в году. У мемориала памяти и скорби после возложения президент пообщался с прессой. Это не просто война, это тотальный обман, лицемерие, подлость, сказал Вадим Красносельский. Я напоминаю, что за несколько дней до 19 июня 1990-го года парламент Молдовы принял решение об исключительно мирном решении Приднестровского вопроса. Было объявлено об окончании боевых действий. В городе Бендеры работали наблюдатели нескольких государств. Город был разблокирован. А через три дня, вот уже 19 июня, было совершено вторжение в город Бендеры. Подкрытый город Бендеры и защитный город Бендеры. При этом военизированные формирования, полицейские формирования не просто захватывали город, они его уничтожали. Уничтожали. И людей, и материальные ценности. Фактически, я прихожу к пониманию, что был просто сговор. Сговор между парламентариями, когдашним руководством лица президента и прочих большинствах лиц, да и, конечно же, тех ястребов, которые видели только войну в Приднестровье, только кровь. И когда парламент принимал решение, это был обман, все прекрасно знали, что приказ на вторжение уже от... И это состоялось 19 июня. Поэтому здесь не просто война. Здесь тотальный обман, лицемерие, подлость. И все остальные вот низменные качества, которые только можно перечислить, они входят именно в эту каналу. Требует ли это осознание покаяния? Ну, конечно же, требует. Видим мы попытки, не видим попытки. Более того, все военные преступники, которые совершали именно военные преступления, это очевидный совершенно факт, они герои Молдови. Они до сих пор герои. Они хвалятся этим. И угрожают, и нам до сих пор, Приднестровье. В прошлом году, вы помните, когда угрожали Приднестровцам отрезать головы, кинуть тела на ступени парламента. Ладно, может быть, это просто вот сумасшедший человек, некий. Ну, а где правооценка этих заявлений? Готовы ли они к покаянию? Ну, не готовы. То есть, их действия это отрицают, как таковые, понимаете. То есть, надеяться сегодня не приходится. Сейчас, конечно, некоторым западным политикам, молдавским политикам очень удобно рассказать, что это уже история, понимаете. Я выслужил мнение как свое, так и всего Приднестровского народа. Пока нет правовых последствий, правового осознания, правовой оценки и наказания виновных в этой бойне, это, наверное, не история. Это день сегодняшний. Вряд ли Приднестровский народ забудет. И мы будем ждать. Мы просто будем ждать. Я уверен, что рано или поздно это случится. Как, наверное, случается у многих государств мира. Рано или поздно все приходят к покаянию за свои действия. И мы это наблюдаем в современном мире. Но, тем не менее, здесь пока все очень грустно, наверное, в этой части. И Молдова не готова ни к осознанию, ни к правовой оценке. Ну, конечно же, соответственно, и к покаянию. Нам покаяние, вы знаете, вот лично мне не очень-то и востребовано. Мне необходима, как президенту, правовая оценка, правовая оценка этого преступления. Ни молдовские структуры, ни международные структуры в виде суда по правам человека не готовы к этому на сегодняшний день. Невыгодно. Невыгодно. Поэтому будем ждать. Тем не менее, то количество людей, которое пришло даже сегодня в пандемию, говорит о многом. Люди помнят. И для людей это не история. Для людей это боль из сегодняшнего дня. Спрашивали президенты о том, как развивались бы события, не появись на Приднестровской земле российские миротворцы. Ну, что бы было бы. Война была бы. И тут абсолютно точно могу утверждать именно эту истину. Именно миротворцы России, именно Российская Федерация остановила данную войну. И, кстати говоря, сохранила жизнь именно молдавским оккупантам. Понимаете, в чем нюанс? Их выпали годы больше в Бендер, а те, что не российские миротворцы. Конечно, погибли защитники Приднестровья. Помимо, конечно, миротворцев России, хочу отметить, что в данной комплексной миротворческой миссии принимают участие и миротворцы Приднестровья, и миротворцы Молдовы, наблюдатели Сукры. Ну, базовая составляющая, это, конечно, миротворцы Российской Федерации. И миротворцы России, как и все, в принципе, миротворцы, доказали состоятельность своего присутствия здесь, необходимость и на сегодняшний день. Учитывая и отсутствие правовой оценки, и, естественно, наличие тех заявлений, которые до сих пор звучат с Молдовы. Поэтому для нас, приднестровцев, все очень понятно. Мы за мир, а значит, за миротворство. За миротворчество. Интересовались журналисты предстоящими парламентскими выборами в соседней республике. Спрашивали о планируемых действиях приднестровской стороны в части организации участия приднестровцев с молдавским гражданством в голосовании. У меня позиция всегда прозрачная очень. Все граждане Приднестровья, которые имеют молдавское гражданство, имеют право проголосовать, выехать и проголосовать. Никто никого не будет ущемлять. Границы, в принципе, все открыты. Пандемийных ограничений уже давно нет. Но надо будет, конечно, соблюдать переголосование в масочный режим и не более того. И, в принципе, все. Как будет действовать болдавская сторона, я не могу комментировать, не могу прогнозировать. Мы даем право нашим людям проголосовать. В любом случае, я, вы знаете, чисто откровенно желаю, что все-таки в Молдове наступила стабильность. Была сформирована и парламент, и, конечно же, и политические структуры. Нам весьма даже сложно без этого. В Молдове есть одна болезнь. Это постоянные электоральные процессы. И вот когда идут электоральные процессы, когда идет большая пауза в переговорном процессе, это нехорошо. В Приднестровье, кстати говоря, никогда электоральные процессы не влияют на переговорные процессы. В Молдове это уже практика дня. Поэтому люди пусть голосуют, и, естественно, народ Молдовы пусть выбирает свой парламент и свое правительство. Александр Евгений.